Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Как вы помните, второй сезон Острова Любви был признан провальным. На острове состоялась прощальная вечеринка и все участницы проекта вылетели в Москву. Девушки-участницы второго сезона не понимают, чем они так не понравились зрителям. Маша Ильина пишет. Первый сезон обвинили в распущенности, второй в амебности. Вы хоть сами знаете, кого хотите видеть? Марина Мексика провела награждение участниц Острова Любви за проваленный второй сезон. Она присвоила каждое заслуженное звание амеба. Денис Высоцкий прокомментировал свой неожиданный уход с телепроекта. Да, действительно, я покинул проект по семейным обстоятельствам. Последний день я не общался с коллективом, потому что был в состоянии шока. Ходят слухи, что Никита Капелюш после расставания с Катей Колесниченко загорелся желанием прийти на проект. Говорят, что он тесно общается с Мариной Мексикой и теперь пытается через нее попасть в реалити-шоу. В сети обсуждают изменения во внешности Лизы Полыгаловой. Оказывается, милое лицо и пышный бюст – это подделка. Настоящая Лиза выглядит как обычная девушка. Об этом свидетельствуют фотографии Лизы до пластических операций. Судя по снимкам, девушка неоднократно прибегала к помощи врачей. У нее значительно увеличена грудь, изменена форма губ, носа, а также подкорректированы скулы и веки. Андрей Черкасов опубликовал фотографию с красивой девушкой. Подписчики Андрея решили, что это его новая любовь. «Кто это? Это Алена», – написал Черкасов. Телеведущая Ольга Бузова не раз говорила, что она за здоровый образ жизни и не курит. Но недавно в интернет попал снимок, на который она с сигаретой в руках. Большинство фанатов решили, что Ольга подалась во все тяжкие из-за перенесенного стресса, из-за измены своего супруга. Кстати, после расставания с мужем, Бузова стала опубликовать очень много рекламы в своем микроблоге. Если в октябре был опубликован 21 заказной пост, то в декабре уже 64. Поклонники Бузовой даже подсчитали, что за это время она умудрилась заработать 16 миллионов рублей, то есть по 250 тысяч за один пост. Если раньше она рекламировала только бижутерию и одежду, то сейчас не отказывается и от рекламы посуды, витаминов и даже детских колясок. Все это из-за того, что после развода она стала испытывать финансовые трудности. Тарасов оставил Бузову без жилья и автомобиля, и Ольга вынуждена теперь снимать жилье, питаться и одеваться на свои сбережения. Алиана и Саша Гобозовы запускают свое реалити-шоу. Их онлайн-канал называется Гобозики. Гобозовым не привыкать жить под камерами. Съемочной площадкой станет квартира, в которой они проживают. Курбан Амаров, благодаря Ксении Бородиной, получил свой первый миллион подписчиков в Инстаграм. Их количество резко увеличилось после появления слухов об измене Курбана и о расставании пары. Бывшая участница проекта Либердж Кпадону решила полностью отказаться от спиртных напитков. И чтобы не свернуть с этого пути, она даже поспорила со своим старинным другом на 1 миллион рублей. Либердж рассказывает, выигранный миллион от спора надеюсь потратить на собственную свадьбу, если найду за год достойного избранника. Этим утром пари вступила в силу. Я готова к этому, несмотря на приближающиеся праздники. А чтобы уж точно выиграть, я даже закодировалась. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.